Место, в котором теперь не страшно жить. Так охарактеризовали свой микрорайон тагильчане, живущие на Руднике. Самое заметное изменение стало светлее. До этой части города добралась программа «Светлый город». Вместе с ней начался монтаж внутридворового освещения. Все улицы сделали, и здесь сделали, все. Я видел, как камни потянули, все. Все сейчас везде горит. Так-то и все нормально. Мы думали, что правда, никогда нам это не сделают. Потом смотрю, что начинают вколачивать эти столбы. Но я так поняла, что в связи с создачей вот этого дома, нашего нового, все это и произошло. Мне нравится здесь жить. Я здесь живу три года. Очень нравится, если честно. При этом в сторону Рудника «Светлый город» сделал только первый шаг. Специалисты управления городским хозяйством, которые занимаются вопросами реализации программы, рассказали, основной объем работ в этом микрорайоне запланирован на 2018 год. В предварительном списке минимум 15 улиц, а также социальные объекты и межквартальные проезды. Это район Рудник входит в одиннадцатый этап. В него вошли по предварительному отбору и осмотру. Это улицы Вишневая, Ульяновская, Жданова, Перитная, Знаменская, Серная, Ульяновская, Пушкина, Академика Павлова, Спартака, Кольцова, Енисейска, Лермонтова, Отечественная, Вишневая. Во время обследования будут еще уточнения, где-то проезды, подходы и подъезды к учреждениям образовательной сферы. К Руднику в последнее время приковано особое внимание. Несколько месяцев назад на одной из встреч с жителями глава города отметил, что микрорайон сделал многое для развития Нижнего Тагила, необходимо вернуть ему должное. Теперь эти слова реализуются на практике. То, что обещают, это реально происходит. То, что правда ходит, можно сейчас пол-одиннадцатого уехать спокойно с Рудника и пол-одиннадцатого можно приехать на Рудник. То есть это вот тоже выполняют все, что обещали. Это тоже нравится очень. Сергей Трупанов, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ.